Добровольно отказались. С начала года жители Саратовской области сдали в полицию 2000 единиц оружия. Такая цифра была озвучена в ходе пресс-конференции, участники которой обсудили вопросы лицензирования оружия. По мнению специалистов, все оружие должно состоять на учете и реализовываться через специальные предприятия торговли. На территории нашего региона таких магазинов 12. Основными покупателями охотничьего оружия являются взрослые мужчины, в то время как травматические пистолеты чаще приобретают молодежь. Также эксперт отметил, что спрос на оружие в регионе растет с каждым годом, однако общее его количество сокращается. Связано это с тем, что многие желающие не проходят испытания. Только за последний год жители Саратовской области сдали в полицию около 100 единиц огнестрельного и травматического оружия. В пределах 10% сокращили общее количество оружия. Если у нас их было 90 тысяч, там 8-7, сейчас стало 80. Чем это мы добиваемся? Опять же изменим закон об оружии. Ввели обязательный экзамен такой. Экзамен все, кто желает приобрести оружие, обязаны пройти периодическую проверку правил безопасного обращения с оружием и сдать экзамен. И вот этот экзамен для многих становится препятствием. Также специалисты говорят о необходимости ужесточить требования к выдаче оружия. Сейчас в России около 30% больных психическими заболеваниями не стоят на учете у психиатра. Также их нет в специализированной базе данных. Но гражданин по результатам осмотра явно имеет те или иные отклонения. Но на сегодняшний день у эксперта нет законных причин для отказа в выдаче справки данному лицу. Поэтому эксперты говорят, необходимо ввести институт так называемых отрицательных ответов без объяснения причины. Они видят человека, у которого, скажем, есть определенные характеристики. Он не душевно больной. У него нет наркомании, допустим. Он не алкоголик. Но по своему характеру он так выглядит и так себя ведет, что ствол давать ему нельзя. И они говорят нет. Без объяснения причин. Напомним, за последнее время в законодательстве появился ряд ограничений при получении лицензии на право ношения оружия. По травматическим пистолетам ввели возрастной ценз с 21 года. Кроме того, при получении разрешения необходимо пройти не только психиатрическую экспертизу, но и химико-токсикологическое исследование. Но уверены специалисты, медицинское обследование гражданина на допуск к оружию должно быть более тщательным. А саму справку надо выдавать не на 5 лет, как сейчас, а всего лишь на год.